В одной деревне жил священник и был у него кот. Священник кота очень любил, поскольку был одинок. И вот однажды вечером он не обнаружил своего питомца в доме, естественно забеспокоился и бросился его искать. Нашел довольно быстро, поскольку домик и участок у него были скромные. Кот залез на верхушку дерева и сидел там, зыркая глазами. Видимо, собака загнала. Увидев хозяина, кот жалобно замяукал, да так что сердце от его разрывалось от жалости. Но как снять перепуганное животное? Уговоры и приманивание эффекта не дали. Но мы не в средние века живем. Священник придумал такой ход. Привязать к дереву веревку и с помощью машины наклонить его к земле. Потом кот или сам спрыгнет, или он его возьмет. Веревку он, конечно, привязал и дерево машины наклонил. Да вот только коэффициент прочности веревки в расчет не взял. В общем, веревка лопнула в момент близости дерева с землей. Рогатка получилась еще та. Кот вышел на баллистическую орбиту в мгновение ока. Так, что священник с его слабоватым зрением так и не понял, куда же делось животное. Вы думаете, на этом история заканчивается? Как бы не так. По соседству со священником жила женщина с маленькой дочкой. Дочка частенько просила маму разрешение принести в дом какую-нибудь зверушку. Ну, на кой козе баян? И так с детем забот хватает. Вот и в тот вечер доча завела свою жалобную песню. Мамочка, давай возьмем кошечку. Нет, доченька, мы себе не можем этого позволить. Но ведь я очень хочу, я себя хорошо веду, слушаешь во всем. Маман призадумалась. Ребенок и в самом деле чуть ли не ангел. И рявкать, как же жегло, я сказал и решила поступить так. А ты, доченька, говорит, помолись, попроси у Господа кошечку. Если ты заслуживаешь, то он обязательно ее тебе пошлет. Послушный ангелочек приклонил розовые коленки пред иконой и направил мольбе к Богу. После окончания этого таинства в раскрытое окно влетел тот самый котяра, которого священник пустил по стопам Гагарина. Мама упала в обморок.